В Магадане в минувшие выходные театр Ноны Гришаевой и российской актрисы показал спектакль «Запретный плод». Это пьеса в двух действиях. Первый акт начинается с рассказа о двух эмбрионах, которые хоть только зародились, но уже слышат и понимают все, что происходит в окружающем мире. Близнецы, брат и сестра общаются, делятся генетическими воспоминаниями, а еще подслушивают своих родителей. А потом, как гром среди ясного неба, мама малышей произносит слово «Аборт». Сегодня мой спектакль «Запретный плод», он направлен на защиту семейных ценностей, против абортов. В общем, такой спектакль для всей семьи, который воспитывает молодежь нашу, прививает им все самое лучшее, доброе и вечное. По статистике, за последние 7-8 лет количество абортов в России сократилось примерно на 30%. Однако делают такие операции все еще часто, утверждают эксперты. Причины этого решения женщины называют разные. Самые распространенные – жилищные проблемы и отсутствие материального обеспечения. Также аборт делают по медицинским показаниям. Во втором акте спектакля «Запретный плод» уже показывают родители близнецов, а также их проблемы и причины такого выбора. Во втором акте мы видим, как родители, то есть эти же актеры играют, мама и папа, как они решают. У них, конечно, там драма семейная определенная, да, как же они между собой там взаимодействуют. Действительно они друг друга любят, там, готовы ли они жертвовать какими-то своими увлечениями, для того, чтобы действительно проявлять мужчине ответственность, а женщине, не знаю, любовь, нежность. Вот готовы ли мы жертвовать ради нашего будущего продолжения своими какими-то хотелками, своими интересами. Несмотря на то, что постановка не детская, молодежь должна увидеть этот спектакль, утверждают эксперты. Запретный плод заставит задуматься о материнстве, отцовстве, семейных ценностях. В прошлом году спектакль стал победителем международного грантового конкурса православной инициативы по направлению социальное служение, а также получил грант Фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество». Как отмечают магаданцы, запретный плод – отличная профилактика абортов. У нас, к сожалению, до сих пор в сознании российской женщины убийство своего ребенка считается нормой. Эта норма перенята как раз-таки от советской женщины, когда, опять-таки, наша женщина занимала первое место в мире вообще по количеству абортов. К сожалению, эта проблема до сих пор остается актуальной, решать ее каким-то образом надо. И очень хорошо, что даже на таком уровне, такими способами. Спектакль поставили по пьесе Игоря Афанасьева «Человечки». Произведение представили в Москве на международном фестивале «Вера и слово» в 2016 году. Пьеса получила благословение святейшего патриарха московского и всея Руси Кирилла. Вечерний Магадан решил выяснить у жителей областного центра, насколько их впечатлил спектакль. «На мой взгляд, самый интересный момент, ну лично мне, как человеку верующих, когда она про Господа Бога девочка говорила, когда они в храм пришли, и она слушала. У меня больше всего этот момент коснулся. И концовка, когда про аборт услышала, говорит, как мама это легко сказала. Порой родители действительно так легко это говорят. А что ребенок внутри, он же чувствуется. Мне понравилась игра актеров. Так, ну нам очень понравился спектакль. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!